Всем привет! Добро пожаловать на мой базовый курс по Redux. И в этом курсе я постарался отбросить все лишнее, взять самый простой пример и сконцентрироваться исключительно на Redux. И я в свое время тоже пытался разобраться в Redux, и именно вот такой подход в свое время очень мне помог. Общая идея Redux заключается в том, что у нас есть глобальный контейнер данных. Когда эти данные меняются, то они передаются в компоненты, которые их отображают, и, соответственно, эти компоненты перерисовываются уже с новыми данными. И в качестве примера, для наглядности, я собрал для вас вот такой мини-проект. Так будет выглядеть законченная версия проекта. И у нас есть компонент, и при загрузке компонента подгружаются комментарии из внешнего API. То есть вот я перезагружаю страничку, у нас срабатывает loader, и подгружаются наши комментарии. И здесь мы будем использовать один из сервисов тестовых API. Соответственно, мы получаем наши комментарии, мы можем их менять, удалять или там добавлять новые. То есть я могу удалить, могу поменять, например, сказать, поменять его на привет. Либо могу добавить новый какой-то комментарий, например, сказать привет. Плюс к этому мы создадим свой собственный middleware в Redux, который не будет пропускать комментарии с плохими словами. То есть если мы скажем привет, то такой комментарий создастся, а если мы скажем, например, привет, козел, то тогда мы получим сообщение уважайте людей, и такой комментарий не создастся. Также мы будем обрабатывать ошибки в Redux, мы сможем также ставить и убирать лайки. У нас будут две кнопки. И также мы сможем добавлять текст под фото, например, surfing fun. И, соответственно, все эти данные будут храниться централизованно в хранилище Redux. И перед прохождением этого мини-курса у вас должны быть базовые знания React. Чтобы получить или освежить эти знания, можете посмотреть мой базовый курс по React. Ссылку найдете в описании. Для начала работы скачайте базовую структуру проекта. Она также доступна по ссылке в описании. И здесь, на самом деле, все очень просто. Наш проект — это всего лишь базовая структура Create React App, где мы дополнительно создадим несколько своих компонентов и подсоединим Redux. На старте также вот этот базовый проект, который вы скачаете, он включает все вот эти вот стили CSS плюс пару дополнительных пакетов. Итак, я открыл наш проект в редакторе кода VS Code. И давайте кратко пробежимся по структуре нашего проекта. Давайте начнем с зависимости. Откроем файл Package.json. И здесь, в дополнение к стандартным пакетам, которые устанавливаются с Create React App, я добавил вот этот вот Unique ID, который нам потребуется для создания уникальных ID-шников. И вот этот вот React Loader Spinner, который нам потребуется для создания нашего лоудера. Давайте откроем папку SRC. Здесь у нас пустая папка Redux. У нас весь CSS прописан в файле App.css. Его не так много. У нас есть файл App.js. И, собственно, здесь находится основная структура нашего приложения. Собственно, в этот файл мы будем добавлять наши компоненты. Потом у нас есть файл Index.js. Здесь ничего не менял. Собственно, тут у нас подключается React к нашему приложению. Собственно, так выглядит структура проекта. И теперь давайте перейдем в консоль нашего проекта. И установим все зависимости. Для этого мы скажем npm install. Отлично, все зависимости установились. И теперь нам нужно, собственно, установить Redux. И для этого нам потребуется установить два пакета. Это сам Redux плюс пакет React. Редакс, который нужен для интеграции Redux с React. Давайте скажем npm install. install.redux.react-redux. И скажем save. Отлично. Теперь давайте запустим наш проект. Скажем npm start и убедимся, что все у нас работает. Так, отлично, все работает. Теперь давайте обратно перейдем в код нашего проекта. Я открою файл App.js. И первое, что я вам покажу, это как работает Redux, как он подключается к нашим компонентам. И наш первый пример будет без использования хуков. Сегодня на самом деле при создании всех новых компонентов по умолчанию используется вариант подключения с хуками. Но вот этот вот старый подход до сих пор используется в огромном количестве старого кода с классовыми компонентами. А классовые компоненты, как мы знаем, никто не отменял. Поэтому в своей трудовой деятельности не рассчитывайте, что везде кругом будут одни хуки. Вы обязательно будете встречать классовые компоненты и с ними придется работать. Итак, давайте создадим наш первый компонент. Это будет компонент likes, с помощью которого мы сможем добавлять лайки и убирать лайки. Он будет содержать две кнопки. Давайте в папке src создадим новый файл. Он будет называться likes.js. И здесь у нас будет обычная функция. Мы скажем function likes, наш функциональный компонент. Здесь у нас будут какие-то пропсы. Можно сразу сделать console.log, вывести в лог эти пропсы. Так, и return. И возвращать он будет в следующую структуру. Теперь у нас будет div class name равняется button-controls. Так, и здесь у нас будут располагаться две кнопки. Первая кнопка – это, значит, тут у нас будут лайки, количество лайков. Скажем, props.likes. А вторая кнопка – с помощью этой кнопки мы сможем убирать лайки. Тут мы скажем dislike. Дислайк. Так, давайте символ сердечка еще добавим сюда. Сейчас можно зайти просто в Google и сказать, давайте, Google hard symbol unicode. Unicode-овый символ. Вот это вот сердечко. Копируем просто его и вставляем вот сюда вот. Вот так. Так, и теперь нам нужно экспортировать наш компонент export default likes. У нас есть наш компонент. Давайте перейдем в наш головной компонент app.js. И мы импортируем наш новый компонент likes from likes. Так, и давайте добавим его вот сюда вот. У нас есть тег amg. Прямо после него вставим likes. И давайте сразу у него props передадим какой-нибудь. У нас будет props называться. Давайте likes. Лайк сравняется. И количество лайков на старте у нас будет, например, три. Так. Нажимаем save. И давайте посмотрим, что у нас получается. Это я закрываю. У нас добавляются наши кнопки. Значит, сердечко с количеством лайков. И кнопка dislike. Да, пока они ничего не делают. Давайте перейдем обратно в код нашего проекта. Собственно, у нас готов наш первый компонент. И теперь нам нужно перейти, собственно, к редаксу. И я подготовил для вас вот такую небольшую схему работы редакса. Она так выглядит. Это схема работы на таком базовом уровне. Так, что у нас происходит? У нас есть наш компонент. В данном случае likes. И в тот момент, когда мы будем кликать на кнопку, например, добавить лайк или убрать лайк, мы будем создавать так называемый action. По-русски действия. Вот у нас вот этот вот квадрат зелененький. Create action. Создание. После этого мы будем вызывать специальную функцию dispatch. Вот она, dispatch action. И эта функция является частью нашего хранилища. Это объект store. И, собственно, в эту функцию мы передадим наш action, который мы только что создали. То есть мы будем отправлять или, как еще говорят, dispatchить наше действие или наш action. И, собственно, в ответ на это запустится наш так называемый редюсер. Вот редюсер, как отмечен, синеньким цветом. И, собственно, наш редюсер отреагирует на наш action. То есть редюсер принимает на вход текущее состояние и action, который мы туда передаем. А на выход редюсер отдает уже новое состояние, которое записывается в хранилище. Что это значит? Это значит, что вот на этом этапе состояние хранилища поменяется, новые данные придут в наш компонент и произойдет перерисовка нашего компонента. И, на самом деле, каждый раз, когда мы будем кликать на какую-то из этих кнопок, на лайк или дизлайк, мы будем повторно проходить каждый шаг этой диаграммы. То есть мы будем создавать action, потом мы будем передавать action, потом будет запускаться редюсер, будет происходить изменение состояния и будет происходить перерисовка обновления нашего компонента. Теперь давайте вернемся в наш компонент. И нам нужно импортировать здесь специальную функцию из пакета react-redux. Эта функция называется connect. Давайте мы скажем import connect from react-redux. И вот эта специальная функция connect, она как раз поможет нам подсоединить или интегрировать наш react-компонент с редаксом. Мы импортировали connect, теперь нам понадобится функция, которая будет передавать данные из хранилища редакс, которые мы пока не создали, в наш компонент, используя наш объект props. И эта специальная функция называется mapStateToProps. Давайте чуть-чуть опустимся вниз вот здесь вот, и мы скажем, у нас будет обычная функция, function mapStateToProps. Она принимает на вход state, это state состояние, которое у нас находится внутри нашего хранилища редакс. Давайте здесь сразу сделаем console.log для наглядности. Мы скажем mapStateToProps. И будем выводить в лог наш объект state. И возвращать мы будем пока... Мы будем возвращать свойство likes, и оно будет равняться свойству likes, которое хранится вот в этом объекте state, который будет находиться, жить внутри нашего хранилища редакс. State.likes. Так, соответственно, вот это свойство likes, оно у нас должно появиться в наших props вот здесь вот, внутри нашего компонента. У нас есть вот эта функция mapStateToProps, которая будет забирать, которая будет маппить state, который у нас находится в хранилище с props, которые у нас находятся в компоненте. И теперь нам нужно использовать нашу функцию connect, собственно, чтобы интегрировать, соединить вот эту функцию mapStateToProps с нашим компонентом. Чтобы это сделать, мы делаем следующее. Мы говорим exportDefault, пишем connect, дальше мы передаем нашу функцию mapStateToProps, и дальше мы передаем наш компонент likes. То есть, по сути, здесь мы используем так называемый компонент высшего порядка, это highOrderComponent, собственно, это функция connect, в которую мы оборачиваем наш текущий компонент likes. И таким образом на выходе мы получаем уже новый компонент. То есть, мы получаем уже не likes, это будет у нас уже новый компонент, в котором будут доступны нужные нам свойства для взаимодействия с хранилищем Redux. То есть, еще раз, здесь мы получаем уже не наш компонент likes, а новый компонент, такой likes на стероидах. И давайте я нажму save, и мы посмотрим в консоль, что мы здесь получаем. И сейчас мы видим, что у нас ошибка от нас, требуется создать наше хранилище, поэтому давайте перейдем в код нашего проекта и создадим его. Итак, у нас есть папка Redux, вот здесь вот. И сейчас это пустая папка. И давайте перейдем в нее и создадим новый файл, который будет называться store.js. newfile.store.js. И внутри этого файла, на этом этапе, для простоты, будет находиться наше хранилище и редюсер. Давайте еще раз посмотрим на нашу диаграмму. Вот здесь вот находится наш редюсер, который пока будет частью нашего хранилища. Еще один момент. Все содержимое вот этого файла будет касаться только самого Redux, без привязки к React. Все, что мы здесь пишем, это Redux. И первое, что нам нужно здесь сделать, это импортировать специальную функцию, которая называется createStore. Мы говорим import createStore, и мы ее импортируем из пакета Redux. Так, далее нам нужно создать наше глобальное, дефолтное, базовое состояние. Мы создадим переменную, назовем ее initialState. state, и здесь у нас будет одно свойство, likes, и давайте поставим равное десяти. И здесь ниже теперь давайте создадим нашу функцию Reduxer. Мы создадим переменную, скажем, constReduxer. Как я уже говорил, это функция, которая принимает на вход два аргумента. Первое — текущее состояние, а второе — это action, который мы сюда передаем. и давайте сразу выведем в log, скажем, Reduxer. Будем выводить наш action. И обычно Reduxer возвращает обновленное состояние. У нас пока нет механизма обновлять состояние, поэтому просто будем возвращать текущий state. Вот так вот. И чтобы использовать наше состояние, это переменная initialState, в качестве нашего дефолтного базового стейта, базового состояния, мы вот сделаем так, мы скажем, что у нас state равняется initialState. И таким образом, при первом запуске нашего мини-приложения, в качестве нашего состояния будет использоваться наш объект initialState. И, собственно, мы должны будем это увидеть в console.log. И что важно, самый первый раз при старте нашего приложения наш Reduxer будем запускать не мы, а сам Redux. Я вам также это покажу. И, собственно, теперь мы можем создать наше хранилище. Для этого мы используем функцию createStore. Мы скажем const переменная store хранилище равняется createStore, наша функция, которую мы импортировали из Reduxer. И она принимает на вход Reduxer, который мы с вами создали. И, собственно, из этого файла мы должны ее экспортировать. Мы должны сказать export default store. И, собственно, так на самом базовом уровне выглядит создание хранилища. И, как вы видите, мы пока не создали механизм обновления нашего базового состояния, но до этого мы скоро дойдем. Итак, теперь у нас есть готовое хранилище, и мы можем импортировать его в наш головной компонент app и использовать его. Давайте мы скажем import store from Redux store. И давайте вот вместо вот этих вот лайков внутрь компонента likes передадим наше хранилище. Мы скажем store равняется store. Так, нажимаем save. Давайте перейдем в браузер, и мы видим, что ошибка наша пропала. И мы видим, что здесь на кнопке не отображается количество лайков почему-то. Давайте посмотрим на наш компонент likes.js. Это потому, что наша переменная называется не like, а likes. Я пишу likes, props likes. Смотрим, и мы видим, что мы получаем 10 лайков. Откуда эти 10 лайков берутся? Они у нас зафиксированы в нашем базовом состоянии внутри нашего хранилища. Давайте поменяем, например, это значение на 0, и мы видим, что оно здесь также поменялось. Давайте еще раз посмотрим на нашу табличку и еще раз зафиксируем, что мы сделали. Итак, у нас есть наш компонент likes, и этот компонент интегрирован с Redux. И, собственно, у нас есть редюсер. И в данный момент этот редюсер находится внутри, он является частью нашего хранилища. Но мы пока не создавали никакого экшена и не запускали, то есть не диспатчили какого-то экшена. Теперь давайте откроем консоль нашего приложения, консоль браузера. Посмотрим, что у нас получается здесь. И давайте я обновлю страничку. Смотрите, здесь мы видим вот первая строчка, которая здесь выскакивает. Редюсер. То есть запускается лог вот этот вот в нашем редюсере, вот этот вот лог с нашим экшеном. Еще раз смотрим. Экшен. Тип экшена называется Redux.init. Итак, что здесь происходит? Как я уже раньше говорил, при запуске нашего приложения Redux автоматически запускает редюсер для того, чтобы провести инициализацию, используя базовое состояние, которое мы решили здесь использовать. То есть мы получаем наше базовое состояние в хранилище, и это происходит один раз при запуске приложения. И дальше у нас выстреливает консоль лог, который находится уже в компоненте внутри функции MapStateToProps. Давайте посмотрим на MapStateToProps. Срабатывает вот этот лог, и мы видим, что здесь нам доступно вот это наше состояние из редакса. И просто из этого состояния мы берем нужные нам свойства, это likes, и передаем его через переменную likes, через наши пропсы. И поэтому следующий лог, который мы видим, это уже лог, который происходит в рендере. Да, вот. Давайте я помечу его. Скажем, render. И здесь мы видим пропсы нашего компонента likes, и если мы на них посмотрим, то мы получаем мы получаем метод dispatch, мы получаем наши лайки, переменное свойство likes, которое мы сюда передаем, и мы получаем наше хранилище, это объект store. Значит, еще раз, первый раз, когда запускается наше приложение, редакса сам запускает специальный init action, это происходит вот здесь, срабатывает редюсер, мы получаем наш объект state, наше базовое состояние, и мы получаем наши данные в компоненте, и, соответственно, компонент перерендеривается с этими новыми данными. Теперь давайте создадим наш первый action, и попробуем запустить его для того, чтобы обновить данные и перерендерить наш компонент. Для этого нам нужно создать еще одну специальную функцию, которая называется mapDispatchToProps. Давайте вот здесь вот ниже, под mapStateToProps, мы ее создадим, тоже обычная функция, мы скажем function mapDispatchToProps, она принимает метод dispatch, и что мы будем здесь возвращать? Здесь мы будем возвращать, у нас будет создан еще один метод, мы скажем onIncrementLikes, это у нас, давайте сделаем стрелочную функцию, и мы здесь скажем console.log, click так, и теперь мы можем вот этот метод, мы можем назвать его как угодно, мы теперь можем его использовать с нашей кнопкой. Мы можем сказать вот здесь вот, эта кнопка для того, чтобы поставить лайк, мы скажем onClick, повесим обработчик событий, и скажем props. название нашего метода onIncrementLikes. То есть теперь, по идее, вот эта вот функция mapDispatchToProps, и то, что она возвращает, вот этот вот метод onIncrementLikes, он должен у нас появиться, быть доступным внутри нашего компонента, внутри объекта props. Давайте нажмем на save, и посмотрим в консоли, что мы получаем. Да, я кликаю, но ничего у нас не работает. Давайте посмотрим, почему. Да, потому что у нас есть наша функция connect, мы в нее передаем mapStateToProps, и точно так же мы должны передать наш метод mapDispatchToProps, и как только мы это сделаем, давайте посмотрим, в нашем рендере мы сразу получаем доступ к нашему методу, который мы создали, onIncrementLikes, и если мы кликнем на кнопку, то мы получим наши клики. Отлично. Теперь давайте обратно перейдем в код, и мы, собственно, здесь, внутри нашего нового метода, можем создать и задиспатчить наш action. Первое, давайте мы его создадим. Первое, давайте я скажу пару слов про action, это объекты в Redux, которые содержат свойства, type, это тип action, и свойства, в котором могут передаваться какие-то данные. В текущем примере мы обойдемся без передачи данных, будем добавлять только тип нашего action. Итак, первое, мы создаем action, для этого мы говорим const action равняется, это у нас объект, как я уже сказал, и свойства type, у нас свойства type, давайте назовем его increment, increment, и теперь нам нужно этот action задиспатчить, то есть запустить. Для этого мы используем метод dispatch, который передаем вот здесь вот, и мы скажем action, то есть мы dispatchим нужный action, который мы только что создали. Так, и теперь давайте посмотрим, что мы получаем, перезагружаю страничку, я кликаю like, и смотрите, мы получаем консолу клик, также мы получаем наш action внутри редюсера, то есть вот здесь вот внутри нашего файла store, вот здесь вот внутри мы получаем наш action, и он фиксируется в нашем редюсере. Теперь сейчас наша задача на основании полученного action, нам нужно что-то сделать с нашими данными, и записать их в state, в хранилище редакс, и таким образом эти данные придут в наш компонент, и компонент заново перерендерится. Давайте это сделаем. Что нам для этого нужно? Внутри нашего редюсера мы фиксируем запуск каждого экшена в приложении, и на основании типа конкретного экшена мы должны производить какие-то действия. И для этого обычной практикой считается использование конструкции switch. Давайте мы вот здесь вот ниже, внутри нашего редюсера, мы скажем switch, и мы будем ловить тип каждого экшена, поэтому пишем, передаем в switch action.type, тип экшена, и дальше здесь мы говорим case, и наш экшен называется increment, increment, так, двоеточие, и, соответственно, мы здесь ниже должны произвести какое-то действие, то есть, если мы поймали increment, то мы должны увеличить количество лайков. И теоретически вы можете подумать, что можно сделать вот так вот, можем взять наше состояние, state, state.likes, наши лайки, внутри состояния, искать state.likes плюс 1, то есть увеличить количество лайков на 1. Но так делать нельзя, потому что, используя редюсер, есть правило, никогда не производить никаких мутаций или изменений, никаких изменений с состоянием напрямую. Это называется так называемый принцип иммутабельности. Можете более подробно почитать про это в документации, но надо помнить, что всегда нужно создавать копию состояния, потом в этой копии менять то, что нам нужно, и уже возвращать обновленное состояние. И самый простой вариант, как это сделать, это использовать метод spread, поэтому убираем вот это вот, вот это все, и мы здесь говорим return, как сделать копию. Метод spread это три точки, и мы берем наш state, мы создали копию нашего state, и дальше внутри нашего объекта state мы должны изменить, обновить конкретные свойства, это likes. Мы здесь пишем likes равняется state.likes текущее количество лайков плюс 1. Нажимаем save, и если мы сейчас попробуем что-то сделать, то у нас будет меняться количество лайков, но у нас, видите, предупреждение expect это default case, default case. Что это значит? Это значит, что нам надо немножко поменять конструкцию, нам надо вот этот вот return state убрать отсюда, и поставить вот сюда вот этот вот default, default case, да, default у нас будет return state, и все. Давайте еще раз убедимся, что у нас все работает, я кликаю на кнопку лайк, и количество лайков увеличивается, отлично. Теперь давайте финально пробежимся по нашему процессу, я перезагружаю нашу страничку, и согласно нашей схеме редакс автоматически создает и запускает специальный экшен, этот экшен называется редакс init, и благодаря этому наш объект initial state записывается в состояние хранилища редакс, то есть вот этот наш объект initial state, он записывается в состояние, здесь мы говорим state равняется initial state, соответственно, после этого данные приходят в наш компонент, и он перерисовывается, и внутри нашего компонента likes мы имеем доступ к нашему состоянию в хранилище редакс, для этого мы используем специальный метод map state to props, и мы здесь получаем доступ к нашему глобальному объекту state в редаксе, и мы можем брать конкретные свойства, которые нам нужны, вот здесь в данном случае мы берем свойство likes, и это свойство передается в наш компонент внутри объекта props, собственно, здесь мы его используем. Теперь давайте посмотрим на то, что происходит, когда мы нажимаем на кнопку, когда мы нажимаем на кнопку, у нас используется специальный здесь метод map dispatch to props, в котором мы создали метод, он называется on increment likes, и он точно так же, как состояние из вот этой функции map state to props, он точно так же попадает, становится доступным внутри нашего компонента likes, внутри объекта props, и мы его просто используем вот этот метод при клике на кнопку like, и внутри вот этого метода on increment likes согласно нашей схеме мы создаем action, и потом запускаем этот action, вот мы создали action, и вот мы задиспатчили action, и дальше срабатывает наш редюсер, как в нашей схеме, и внутри нашего редюсера, вот наш редюсер, мы здесь смотрим на тип экшена, который сработал, и используем конструктор switch, чтобы создавать те или иные действия, и здесь мы прописали, что если срабатывает action increment, то мы тогда обновляем наше состояние вот таким вот образом, здесь важный момент, мы никогда не манипулируем, не мутируем наше состояние напрямую, мы все сначала делаем копию, а потом меняем свойства, которые изменились, собственно, то, что мы сделали, после того, как мы это сделали, наше состояние поменялось, и, соответственно, новые данные приходят в наш компонент, и наш компонент, он перерендеривается с новыми данными, с новым количеством лайков, собственно, так это работает, и теперь, чтобы нам закончить работу с компонентом likes, давайте сделаем то же самое для кнопки dislike, то есть при клике на dislike количество лайков будет уменьшаться, давайте перейдем в наш компонент likes, и вот здесь вот под методом onincrement likes мы давайте просто это скопируем, мы создадим еще один метод, мы его назовем on decrement likes, тут не забывайте поставить запятую, это у нас объект, и значит у нас клик, клик, давайте мы в консоли мы здесь сделаем клик декремент, так action у нас будет называться декремент и точно так же action мы создаем и action мы диспатчем соответственно вот этот вот он метод on decrement likes мы точно так же его пробрасываем в компонент likes он у нас уже доступен в наших пропсах и поэтому мы вот на эту кнопочку можем повесить обработчик событий on клик мы скажем props on decrement likes давайте посмотрим что у нас происходит в консоли так консоль и давайте я кликаю дизлайк и теперь мы получаем наш action внутри редюсера наш action с типом декремент теперь давайте мы перейдем в наш редюсер и собственно поймаем этот action давайте скопируем вот эту конструкцию кейс инкремент у нас action называется декремент и здесь мы будем делать то же самое что и в инкременте за исключением того что мы будем уменьшать количество лайков вот так вот и теперь давайте посмотрим я увеличиваю количество лайков у нас инкремент тип инкремент теперь дизлайк у нас тип action декремент и соответственно количество лайков уменьшается отлично собственно так это работает мы закончили с нашим компонентом likes мы его сделали по старой схеме использовали наш метод connect чтобы подсоединить его к хранилищу редакс в следующих примерах мы будем уже рассматривать варианты с хуками но прежде чем мы перейдем к работе со следующим компонентом давайте немного зарефакторим наш текущий код дело в том что если сейчас перейти в файл store.js то мы увидим что здесь мы делаем много всего то есть мы создаем хранилище у нас есть один общий редюсер и если мы будем дальше писать нашу логику здесь для каждого компонента со всеми своими экшенами то это неправильно и в больших проектах все эти вещи принято разбивать на части чтобы как раз избежать мешанины сделать наш код более читабельным и масштабируемым поэтому давайте сделаем следующее все названия наших типов типов наших экшенов будут находиться в отдельном файле который будет называться types.js давайте в папке редакс мы создадим новый файл назовем его types.js и здесь мы пропишем наши типы первое мы скажем export cost const increment равняется его строчное название increment так и то же самое для декремент 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 так и часто в больших проектах вот к строчному названию добавляют название модуля префикс такой вот для названия экшена с названием модуля к которому он относится это как раз специально чтобы вот эти экшены не путались и не смешивались когда их становится очень много но у нас проект небольшой поэтому мы оставим все как есть название типов у нас есть отлично также для каждого модуля и компонента лучше использовать свой отдельный редюсер таким образом у нас может быть много редюсеров которые потом собираются в один корневой редюсер давайте создадим корневой редюсер мы в папке редакс создадим новый файл он будет называться root редюсер точка js и здесь нам нужно импортировать специальную функцию мы скажем импорт комбайн редюсерс из пакета редакс с помощью этой функции как раз мы будем объединять все наши редюсеры для наших компонентов и мы скажем экспорт конст root редюсер равняется равняется наша функция combine редюсерс и здесь у нас будет объект в котором мы будем прописывать наши редюсеры но пока у нас их нету давайте мы создадим еще один файл внутри папки редакс создадим редюсер для нашего компонента likes мы скажем файл он называется likes редюсер точка gs и здесь мы скажем экспорт конст likes редюсер равняется и как я уже говорил любой редюсер на вход принимает state и action а на выход он отдает также state мы пока здесь не будем писать логику изменения стейта но мы сразу скажем return state чтобы не забыть также мы давайте создадим наш отдельный базовое дефолтное состояние для этого редюсера мы скажем initial state равняется это у нас объект и свойство likes которое по дефолту равняется нулю и мы скажем что внутри редюсера вот этот вот state равен нашему объекту initial state нажимаем save теперь переходим в наш корневой редюсер файл root редюсер и давайте мы импортируем likes редюсер так сюда и мы здесь его пропишем мы скажем свойство likes это у нас будет likes редюсер так корневой редюсер есть так я чуть-чуть увеличил размер наших шрифтов чтобы было лучше видно теперь давайте перейдем в наш файл store.js и вот эту вот всю логику скопируем вот этот вот switch и перекинем ее в наш likes редюсер так вот это уберем и давайте мы вот здесь напишем console.log likes редюсер и здесь мы скажем action также мы должны сюда импортировать наши типы значит мы говорим импорт инкремент запятая декре мент из наших типов и давайте мы их подставим вот сюда вот то есть напротив каждого кейса будет у нас либо инкремент переменная которую мы импортируем из наших типов либо декремент так теперь давайте разберемся с нашим вот этим вот хранилищем мы будем создавать наше хранилище на самом деле не здесь а в нашем главном файле компоненте это файл index.js давайте импортируем давайте возьмем вот этот вот create store и будем импортировать create store внутри файла index.js и здесь ниже мы скажем const store равняется create store и сюда нам нужно передать наш корневой редюсер поэтому мы давайте импортируем import root редюсер from редакс root редюсер отлично и мы давайте его передадим в функцию create store теперь мы создали наше хранилище и теперь нам нужно передавать наше хранилище в наше приложение в наши компоненты сейчас если вы помните у нас это все происходит в файле app.js мы здесь импортируем наше хранилище и по идее вот так же мы можем в каждый отдельный компонент через props добавлять вот это хранилище но лучше так не делать вместо этого мы будем использовать специальный компонент чтобы связать наше приложение и редакс я удаляю вот этот вот store из нашего компонента app.js переходим в файл index.js и здесь мы импортируем импорт специальный компонент он называется provider from react редакс и собственно этот компонент свяжет редакс и наше приложение react и при этом никак не меняя наше приложение и соответственно мы как это работает мы берем и оборачиваем вот в этот компонент провайдер все наше приложение собственно это наш головной компонент app для наглядности отформатируем так вот так и теперь наш store нужно передать вот в этот внутрь компонента провайдер скажем store равняется store и теперь в каждом из компонентов которые мы будем создавать уже внутри app это у нас будут там likes comments что-то еще для всех них уже будет изначально доступен наш store то есть наше хранилище редакс итак давайте откроем браузер убедимся что все у нас на этом этапе работает так и у нас ошибка objects on вылет из реакция так objects object with keys likes так что-то у нас не то с нашим состоянием давайте я перейду в компонент likes и давайте просто посмотрим на это состояние посмотрим налог для этого я закомментирую пока вот это вот likes state likes и likes у нас будет равен просто пустой строке просто чтобы запустить наш компонент так отлично так работает и давайте посмотрим на map state to props да у нас поменялся наш state то есть смотрите что получается у нас есть объект likes головной откуда мы его берем у нас есть likes редюсер вернее не likes редюсер а root редюсер вот вот этот вот likes и он равен уже нашему стейту внутри нашего likes редюсера likes редюсера да вот этому likes то есть по идее мы можем сделать следующим образом мы можем взять наш компонент likes мы можем сказать const likes равняется state да и likes у нас тогда будет равен свойство likes это likes .likes так вот так должно по идее все работать да так работает но просто для наглядности мы можем в root редюсер прописать немножко это по-другому не likes это будет а likes редюсер равен likes редюсер так таким образом внутри компонента likes мы скажем likes редюсер мы его берем из состояния и likes редюсер .likes и из него мы уже берем наши лайки так давайте посмотрим да так все работает так и теперь мы можем смело удалить наш вот этот вот файл store.js он нам больше уже не понадобится и давайте еще раз заглянем в логи в console.log смотрим я перезагружаю компонент так и здесь мы видим кстати что у нас добавилось два дополнительных экшена дело в том что когда мы используем комбайн редюсер функцию комбайн редюсер то для тестирования запускается вот такой дополнительный экшен то есть идет инициализация и потом запускается вот этот экшен и это запускается для тестирования то есть редакс и прочего делает проверку на то чтобы редюсеры возвращали какое-то дефолтное состояние то есть это стандартное поведение отлично у нас все работает можем двигаться дальше и можем заняться нашими экшенами давайте внутри нашей папки редакс создадим еще один файл он будет называться actions.js actions.js и в этом файле мы будем хранить наши функции которые будут возвращать наши экшены эти функции еще называют action creator и здесь мы в самом верху для начала импортируем наши типы типы экшенов значит у нас есть increment и у нас есть декремент и первая функция это экспорт function она будет называться increment likes likes и эта функция будет возвращать вот этот вот объект сейчас я покажу вам в нашем компоненте likes вот этот объект с типом так и мы говорим return type и указываем нашу переменную инкремент который мы импортировали из типов теперь вторая функция которая будет создавать для нас объект action она будет называться decrement likes decrement likes и она будет возвращать тип который находится у нас в переменной вот этой вот декремент теперь нам нужно перейти в наш компонент likes и вместо вот этих вот action которые мы здесь на месте создаем будем использовать те которые мы импортируем из файла actions скажем во первых давайте импортируем их increment likes и decrement likes from редакс actions так теперь давайте опустимся вниз в нашу функцию map dispatch to props и здесь мы чуть немножко ее поменяем мы скажем return dispatch сначала мы делаем increment likes так а здесь то же самое мы скажем return dispatch декримент likes так ну на самом деле это стрелочные функции все можно записать вообще в одну строчку так и здесь то же самое убираем ненужный return так и получаем наши экшены внутри map dispatch to props теперь давайте посмотрим все ли у нас нормально все ли у нас работает в консоли вроде все нормально так actions on replay objects на самом деле сейчас мы внутрь функции dispatch передаем саму функцию определение функции increment likes и decrement likes а нам нужно передавать результат функции то есть объект каждый из этих функций да поэтому мы здесь должны запускать increment likes и decrement likes соответственно результат передавать в dispatch а результат это у нас объект с соответствующим типом нажимаем save и смотрим все должно заработать да все работает давайте заглянем в консоль да тут никаких ошибок все работает отлично таким образом мы успешно зарефакторили наш код и давайте пробежимся по пунктам что мы собственно сделали теперь у нас есть файл types.js где хранятся названия типов наших экшенов также у нас появился отдельный файл actions где прописываются все наши экшены и мы это делаем с помощью так называемых функций action creator то есть это функции которые возвращают объект в данном случае с типом каждого экшена также мы создали два отдельных редюсера у нас есть один редюсер likes редюсер который относится к нашему компоненту likes и у нас есть корневой редюсер в который будут собираться все наши редюсеры сейчас здесь присутствует только один наш вот этот вот likes редюсер теперь наше хранилище создается в файле index.js вот здесь вот и мы передаем хранилище в наше приложение с помощью специального компонента провайдер которым мы оборачиваем наш главной компонент app теперь давайте перейдем в компонент likes что мы делаем здесь мы подсоединяем наш компонент к редакс с помощью специальной функции connect и мы используем специальную функцию map.state.to.props чтобы пробросить состояние из нашего хранилища редакс в наш компонент и то же самое мы делаем для наших методов и используем для этого функцию map.dispatch.to.props теперь давайте перейдем к следующему компоненту это наш компонент который будет называться title и дальше мы будем подключать все наши компоненты к редакс уже с помощью хуков давайте внутри папки src мы создадим еще один компонент он будет называться title.js это у нас будет функциональный компонент мы скажем function title.props давайте здесь выведем в лог props title и будем отдавать следующую структурку мы скажем головной div класс name равняется card title так внутри у нас будет еще один div класс name равняется card title top и внутри у нас будет находиться поле input input type равняется текст и давайте сразу об рабочих событий повесим он change равняется handle change да и давайте создадим handle change handle change наша функция она принимает event и мы скажем console log handle text мы скажем в логе мы скажем e.target . value так и мы скажем export default title теперь давайте перейдем в наш компонент app.js и импортируем наш компонент title и используем его вот здесь прямо над компонентом likes скажем title так нажимаем save и давайте посмотрим убедимся что у нас все работает откроем консольку и теперь давайте напишу здесь что-нибудь surfing да я пишу surfing и мы внутри нашей функции мы принимаем вот это значение отлично и теперь наша задача чтобы при каждом нажатии клавиши в поле input полученное строчное выражение попадало в редакс и уже из редакс приходило обратно в компонент и отображалось внутри компонента то есть в этот раз нам нужно какие-то данные их еще называют payload передать в редюсер и тип данных которые мы будем передавать в редюсер это простая строка как это сделать для начала давайте перейдем в код нашего проекта и создадим еще один вернее давайте создадим сначала тип название типа пропишем нашего нового экшена и мы скажем экспорт конст мы назовем его input текст так теперь нам нужно импортировать вот это название вот эту переменную переходим в экшены и создаем нужный экшен значит импортируем input текст и давайте скопируем вот эту последнюю функцию и она у нас будет называться не decrement likes а input текст input текст так и она будет принимать этот экшен будет принимать текстовые выражения которые мы будем вбивать в поле input и возвращать будет тип тип у нас input текст еще у нас появится поле data с нашими данными которое будет равняться вот этому вот этой переменной текст на самом деле можем ее просто текст назвать и записать это проще вот так вот нажимаем save и теперь вот под этот компонент нам нужно создать отдельный редюсер давайте мы просто тупо скопируем наш likes редюсер так давайте что-то не получается так значит у нас likes редюсер мы его переделаем мы скажем у нас input редюсер так и здесь мы должны скопировать из типов наш новый тип input текст дефолтный стейт у нас будет текст и это будет у нас пустая строка называться будет файл input вернее редюсер будет называться input редюсер как и файл так стоит initial state давайте будем выводить в log input текст редюсер и здесь у нас будет один кейс значит он будет у нас называться переменно input текст что мы делаем мы делаем копию нашего состояния и возвращаем текст который давайте пока ничего не будем возвращать сначала посмотрим на вот этот вот action так теперь нам нужно перейти в наш компонент title и собственно импортировать наш action на самом деле помимо action нам нужно также импортировать в компонент два хука давайте скажем импорт первый хук называется use dispatch мы будем использовать его вместо функции map dispatch to props а второй называется use selector который мы будем использовать вместо map state to props from react редакс теперь мы импортируем наш action input text from редакс actions и теперь вот здесь наверху мы скажем const dispatch равняется и указываем наш хук use dispatch так и теперь нам нужно передать наш текст в редюсер для этого мы просто говорим вот здесь вот dispatch и передаем наш action это input текст и внутрь input текст мы передаем вот это вот значение e target value так давайте пока вот этот консолок закомментируем давайте убедимся что все у нас работает перейдем в браузер и вот здесь я введу слово serve и мы видим что в консоли нету нашего input редюсера он не выстреливает почему так происходит это потому что мы в нашем корневом редюсере забыли прописать наш новый редюсер input редюсер мы говорим input редюсер так вот добавляем его сюда и теперь давайте от лишних избавимся логов в likes уберем лог в map state to props и уберем консоли лог из нашего likes редюсера чтобы он тоже не мешался так и давайте посмотрим что мы получаем еще раз так я говорю serve и мы видим что срабатывает наш input редюсер и мы видим что помимо типа input текст передается так что так же наша текстовая строка которую мы вводим в поле input и она передается в поле текст внутри экшена поэтому чтобы обновлять наше состояние в хранилище мы можем сказать текст внутри input редюсера и мы просто можем сказать action точка текст то есть мы делаем копию состояния и обновляем свойства текст теперь мы получаем обновленный стейт давайте перейдем в наш компонент title и нам нужно отображать это состояние вот как это сделать мы должны использовать новый хук вот этот вот use selector который мы импортировали мы скажем title равняется use selector здесь мы получаем state стрелочные функции давайте для начала сделаем console.log того что мы здесь получаем state так я говорю serve и мы видим что внутри вот этого объекта state который уже приходит из хранилища редакс мы получаем state для input редюсера и для likes редюсера соответственно нам надо взять вот этот вот input редюсер и взять из него вот это свойство текст так соответственно мы делаем так const input редюсер равняется state и мы можем здесь сказать return input редюсер точка текст так и теперь давайте переименуем вот эту переменную в текст и используем ее ниже вот здесь вот внутри тега paragraph скажем текст нажимаем save и давайте проверим в браузере убедимся что все работает перезагружаю страничку и говорим серфинг отлично все работает таким образом мы использовали два хука чтобы интегрировать наш компонент с хранилищем редакс и выглядит такой подход удобнее здесь не требуется оборачивать компонент функцию connect и мы также передали в редюсер обновленные данные в строчном формате можно переходить к следующему компоненту который называется comments в котором мы будем отображать комментарии и первое что мы сделаем давайте внутри папки src создадим наш компонент с комментариями назовем его comments .js это у нас функциональный компонент мы скажем function comments тут у нас будут какие-то пропсы давайте мы будем здесь выводить влог так и возвращать мы будем в следующую структуру у нас будет головной div класс name у нас будет называться card comments и внутри у нас будет формочка tag form класс name у нас равняется comments item тире create так и внутри форма у нас будет два поля input значит первое type у нас текст а второе второй input у нас type submit но мы его сделаем спрятанным и таким образом нам не нужно будет создавать некую кнопку мы сможем сабмитить форму по нажатию enter и ниже у нас здесь будет еще один компонент который будет собственно каждый комментарий отображать давайте мы скажем single comment и давайте создадим этот создадим этот компонент скопируем просто содержимое comments да кстати давайте сразу export default comment сразу сделаем и давайте создадим в папке src еще один компонент новый файл называем его single comment single comment .js копирую содержимое называем его single comment single comment и здесь у нас внутри будет просто формочка так это у нас single comment props форма класс name у нас называется comments тире item так потом вот это мы убираем div лишнее убираем значит у нас форма и внутри у нас добавляется div класс name равняется comments если не хотите это все писать за мной просто скопируйте из готовой версии проекта delete здесь у нас будет значок вот этот вот x крестик как он пишется по-моему вот так вот и times вот так вот так у нас дальше два импута тоже значит у нас input type text и input тоже type submit hidden есть теперь мы берем этот single comment и мы его импортируем в наши комментарии import single comment from single comment так так только export default у нас не comment а comments естественно так single comment и теперь давайте эти комментарии мы импортируем в наш компонент app переходим в компонент app.js и импортируем comments так и comments у нас будет находиться значит у нас title likes потом у нас div закрывается и вот здесь вот ниже будет у нас компонент comments вот так вот давайте посмотрим что у нас вообще получается да вот у нас кнопочка здесь будет у нас комментарий так single comment окей хорошо и теперь давайте займемся получением данных из нашего поля input из нашей формы давайте покажу вам что мы хотим сделать вот у нас есть наше поле input мы будем вбивать какой-то комментарий wow например нажимать enter и этот комментарий будет уходить и сохраняться в редаксе и давайте импортируем для начала hook useState useState для создания дефолтного состояния для нашего поля input from react дальше мы создадим это дефолтное состояние мы скажем const text comment и функция которая с помощью которой мы будем обновлять это состояние set text comment равняется useState дефолтное состояние состояние у нас пустая строка так и теперь давайте возьмем наше поле input мы скажем что value дефолтное значение равняется нашей переменной text comment и сразу повесим обработчик события скажем on change равняется и у нас будет функция handle input с помощью которой мы будем принимать то что мы будем вбивать в наше поле input и мы скажем const handle input равняется здесь мы получаем event и давайте мы выведем в log мы скажем input e.target .target .value будем смотреть каждый символ значение которое мы будем вбивать и будем записывать его в нашу переменную text comment с помощью функции setTextComment так e.target .value так нажимаем save давайте посмотрим что у нас получается давайте я уберу вот этот вот console.log чтобы он нам не мешал и я например вбиваю что-нибудь wow и мы в импуте получаем wow и соответственно мы получаем значение вот этого импута в нашей переменной text comment теперь при нажатии enter должен произойти сабмит нашей формы поэтому мы должны повесить обработчик событий на нашу форму мы скажем он сабмит при сабмите формы должен сработать должна сработать функция handle submit и давайте мы ее создадим const handle submit равняется тут у нас тоже event значит при сабмите формы мы должны отменить ее дефолтное поведение чтобы страница не перезагружалась для этого мы говорим e-prevent default так и здесь мы должны будем отправлять значение которым получаем вот здесь вот в текст в переменной text comment давайте выведем ее в лог мы скажем submit text comment вот так так давайте протестируем так перезагружаю и говорю например wow и теперь я говорю submit то есть нажимаю просто enter и мы получаем submit text comment с нашим комментарием отлично теперь мы готовы заняться редаксом давайте внутри нашей папки редакс внутри файла types.js мы добавим новый тип мы скажем что он будет называться comment create comment create это название нашего нового типа экшена comment create давайте сразу скопируем название и теперь перейдем в файл actions и давайте мы вот здесь сразу импортируем наш тип и давайте создадим наш action с помощью функции action creator мы скажем что будет функция называться comment create create и она смотрите каждый комментарий у нас будет состоять это будет объект который будет включать текст текст комментария и айдишник соответственно функция action будет принимать два значения это текст и айдишник соответственно давайте сразу тип укажем comment create и здесь у нас будет свойство дата это у нас будет объект текст у нас равен вот этой переменной текст который мы будем сюда передавать можем это записать вот так вот соответственно айдишник равняется айдишнику который мы сюда передаем теперь давайте скопируем функцию comment create и перейдем в наш компания а нет у нас нужно еще создать редюсер у нас есть значит наш предположим input редюсер давайте я просто скопирую содержимое например input редюсера и мы создадим здесь в редаксе новый файл мы скажем comment редюсер даже не comment а comments редюсер .js так comments редюсер я копирую содержимое нашего input редюсера так сюда нам нужно скопировать наш тип импортировать comment create comment create дефолтное состояние значит у нас будет у нас будет пустой массив с нашими комментариями мы скажем comments и это у нас пустой массив так мы здесь скажем comments comments редюсер значит у нас state initial state так здесь мы в логе скажем comments редюсер и давайте я пока вот этот switch закомментирую здесь мы будем просто возвращать текущий state вот так вот так теперь нам нужно взять наш comments редюсер и добавить его в корневой редюсер так захожу в корневой редюсер root редюсер добавляю и прописываю вот здесь вот его comments редюсер и теперь можно перейти в наш компонент с комментариями comments и собственно нам нужно импортировать сюда наш action функцию action creator мы говорим import так comment create да from redux actions есть это у нас есть и вот здесь вот внутри вот этой функции handle submit мы должны задиспатчить наш action и передать туда нужные данные это сам комментарий плюс id значит чтобы задиспатчить нам нужно для начала подключить наш компонент к редаксу для этого мы должны импортировать наши хуки из react редакса мы говорим import use dispatch и use давайте сразу selector use selector from react редакс отлично теперь здесь мы говорим const dispatch равняется use dispatch таким вот образом и здесь нам мы получаем внутри handle submit у нас есть уже мы получаем наш текстовый комментарий как нам получить наш айдишник нам нужен уникальный айдишник для этого я установил у нас в пакете сони есть пакет называется unique id с помощью него мы будем создавать уникальные айдишники для каждого комментария давайте мы вот здесь вот импортируем наш пакет import unique id from unique id отлично переходим в наш метод handle submit здесь у нас есть уже текстовый комментарий теперь давайте получим наш уникальный айдишник мы скажем const id равняется unique id вот так вот и давайте мы скажем dispatch задиспатчем наш action у нас он называется create или так comment comment create и мы передаем текстовый комментарий переменная text comment и айдишник так теперь давайте вот этот лог ненужный уберу теперь давайте перейдем в редюсер comments редюсер так у нас action здесь выводится в лог давайте просто потестируем что мы здесь получаем так теперь я говорю например wow получаю наш комментарий и нажимаю enter и смотрите я нажимаю мы получаем наш комментарий и срабатывает наш comments редюсер вот он и мы видим что тип это comment create и наш комментарий который представляет собой объект это уникальный адишник плюс текст который мы ввели отлично теперь давайте перейдем в редюсер это comment редюсер да и давайте здесь мы уже возьмем данные которые сюда пришли и обновим наш state давайте я раскомментирую вот этот вот switch наш нашу конструкцию уберу вот этот return state и давайте мы возьмем наш тип comment create и мы скажем что если мы получаем тип comment create то что нам нужно сделать нам сначала как обычно нужно скопировать текущее состояние и потом сказать следующее comments равняется это у нас массив и здесь нам нужно сначала создать копию наших комментариев которые находятся в хранилище сейчас state.comments и используем оператор spread а потом через запятую просто добавляем наш комментарий который мы сюда передали action.data нажимаем save теперь комментарий сохраняется в редаксе и давайте в компоненте comments его получим мы скажем const comments равняется use selector и здесь мы получаем наше общее состояние из хранилища и нам нужно выбрать нужную его часть мы говорим console.log редакс state просто посмотрим его сначала state так я перезагружаюсь и говорю например wow так и вот он наш редакс state который содержит уже несколько объектов и нам нужен вот этот вот comments редюсер с нашими комментариями поэтому я вот здесь вот говорю const comments редюсер равняется state беру его и return comments редюсер точка по-моему так comments да свойство comments да и теперь наши комментарии они доступны вот в этой переменной comments давайте я ее в log выведу console.log comments вот так вот так я говорю wow и вот и вот у нас комменты наши один комментарий я говорю например comment 2 нажимаю enter и у нас наша переменная уже содержит два комментария там например comment 3 мы получаем три комментария мы их получаем уже из хранилища редакс внутри компонента теперь давайте их отобразим начнем их отображать мы ударим вот этот console.log и давайте ниже для каждого комментария то есть у нас есть массив из наших комментариев и мы скажем что если в этом массиве что-то есть то мы тогда должны пробежаться по каждому комментарию в массиве comments скажем map здесь давайте переменная res response это каждый конкретный комментарий и для каждого конкретного комментария мы должны рендерить вот этот компонент single comment и как от нас требует react мы добавляем ключ key key у нас равен это id-шник каждого комментария res.id и отправляем в него данные по каждому комментарию это у нас будет свойство data и оно будет отправлять вот этот объект каждого комментария так нажимаем save давайте перейдем в single comment и давайте вот у нас уже console.log есть посмотрим props я перезагружаюсь комментариев у нас пока здесь нету так это у нас что такое давайте мы просто поставим два восклицательных знака и вот этот нолик который у нас здесь пропадет так и мы будем смотреть на есть комментарии либо нету так и давайте попробуем какие-то комментарии внести скажем comment one comment 2 и у нас вот single comment и у нас вот он comment 1 есть и comment 2 отлично переходим в компонент single comment и уже занимаемся тем что рендерим каждый конкретный комментарий теперь давайте примем данные для каждого комментария внутри нашего компонента это у нас объект data этот console.log мы удалим и для каждого комментария мы получаем текст и ID равняется data так теперь давайте каждый раз когда будет приходить новый текст мы будем его записывать в переменную в state вот этого компонента для этого мы импортируем import use state и use два хука use state use effect from react ниже вот здесь вот мы создаем переменную comment текст и функцию set comment текст равняется use state значит дефолтное состояние у нас вот этой переменной comment текст это пустая строка и здесь ниже мы скажем use effect стрелочная функция и мы скажем что если у нас появляется текст то мы добавляем его вот в эту переменную comment текст берем set comment текст текст так и мы добавляем здесь массивщик мы смотрим на переменную текст каждый раз когда она меняется мы добавляем ее в нашу переменную comment текст и теперь ставим дефолтный дефолтное значение нашего поля input это value равняется это переменная comment текст давайте посмотрим да теперь все вроде работает еще раз значит добавляем comment 1 так а это у нас что здесь move out on change да on change мы добавим скоро сейчас мы главное отображаем да все отображается все хорошо отлично так мы если у нас есть комментарии то они автоматически рендерятся и добавляются вот в переменную comment текст теперь давайте мы повесим событие on change on change равняется и здесь мы будем запускать функцию handle input и ниже давайте ее создадим мы скажем const handle input равняется это у нас event стрелочная функция и мы скажем set comment текст e.target .value то есть все что мы будем писать поверх старого комментария это все будет также записываться в текущий state в переменную comment текст так теперь вот это сообщение должно пропасть вот это красненькое скажем comment 1 да comment 2 и так далее отлично все у нас работает все записывается в state и рендерится теперь давайте займемся обновлением каждого комментария то есть здесь мы можем например сказать комментарий 50 нажать на enter это должно уйти в редакс и уже прийти уже обновленный комментарий становится не под номером 2 а под номером 50 то есть обновление каждого конкретного комментария в нашем хранилище как это сделать давайте при каждом сабмите нашей формы мы будем вызывать функцию мы скажем он submit равняется handle функция называется handle update и давайте выше ее создадим мы скажем const handle update равняется здесь у нас event мы говорим e prevent default как обычно и давайте в лог выведем submit и comment текст и например мы добавили комментарий hello и вот я решил этот комментарий поменять на wow например так и мы говорим submit wow то есть внутри вот этой функции handle update мы сейчас получаем наш обновленный текст наш обновленный текст конкретного комментария и собственно теперь нам нужно вот этот обновленный комментарий с его айдишником доставить в редакс и там этот конкретный комментарий обновить и первое что мы сделаем это мы перейдем в file types .js и создадим новый тип он будет называться comment update так давайте мы скопируем его и создадим наш новый action file actions давайте импортируем comment update так и давайте ниже опустимся скопируем вот этот вот предыдущий action creator и мы создадим новую функцию назовем его comment update мы также передаем сюда текст и айдишник только меняем тип на comment update давайте мы импортируем эту функцию в наш компонент single comment мы скажем import comment update from редакс actions и уже внутри нашей функции handle update мы скажем dispatch но чтобы сказать dispatch нам нужно сказать сначала импортировать наши react редакс хуки мы скажем import use dispatch from react редакс и теперь мы вот здесь можем сказать const dispatch равняется use dispatch вот так вот давайте мы скажем dispatch внутри нашей уже функции handle update возьмем наш action comment comment update и передадим в него обновленный текст нашего комментария и плюс айдишник нашего комментария вот так вот так и теперь давайте перейдем в comments редюсер и посмотрим на наш экшен убедимся что все работает так давайте я перезагружаю страничку и говорю one comments редюсер мы получаем тип action comment create дата это текст комментарии его айдишник давайте еще один для примера возьмем да вот собственно так вот все работает отлично теперь приходим в comments редюсер и нам нужно создать еще один кейс мы говорим comment update да и кстати этот тип нам нужно импортировать выше вот здесь вот внутри нашего comments редюсера и давайте займемся обновлением теперь чтобы нам обновить комментарий нам нужно сделать две вещи первое мы давайте возьмем наш комментарий который сейчас находится в экшене который приходит теперь у нас переменная дата это наш новый обновленный комментарий const comments это комментарии которые хранятся сейчас в стейте и дальше давайте найдем индексное значение вот этого нашего комментария который мы хотим поменять внутри массива comments мы составим переменную называем ее item index равняется comments точка find index мы ищем индексное значение и нам нужно нам нужно индексное значение элемента айдишник которого равен тому который мы получаем в экшене дата точка айди вот так то есть сейчас мы знаем индексное значение коммента комментария который мы хотим поменять теперь как мы что мы будем делать мы создадим новую переменную назовем ее next comments это у нас будет новый массив и теперь мы используем оператор spread и метод slice чтобы сначала скопировать в наш новый массив next comments все элементы старого массива comments начиная с первого элемента и до элемента с нашим индексным значением то есть элемент с нашим индексным значением не копируется в новый массив next comments как это сделать мы говорим comments точка slice берем от индексного значения 0 до индексного значения нашего комментария так теперь через запятую мы добавляем наш комментарий в новый массив это переменная дата и дальше в конце мы копируем в новый массив next comments все оставшиеся элементы уже которые идут после элемента с нашим индексным значением то есть мы говорим comments точка slice item index плюс 1 то есть мы как бы вырезаем ненужный старый комментарий и вставляем вот так вот наш комментарий давайте я покажу вам небольшой пример чтобы вы лучше поняли предположим у нас есть переменная main это у нас массив и мы например хотим убрать тройку и вместо тройки например например указать строчку hello как это сделать мы предположим берем создаем новую переменную one и мы используем метод slice от 0 до элемента с нашим индексным значением 0 1 2 тройка это индекс под номером 2 так таким образом мы в переменной one получаем вот эту первую часть массива так теперь мы берем делаем вторую часть массива это последняя часть мы говорим slice значит индексное значение мы должны перескочить через тройку то есть у нас индексное значение тройки это 2 значит 2 плюс 1 это будет 3 main slice 3 и тогда в переменной 2 у нас будет вот эта вторая часть массива 4 и 5 после тройки и теперь мы можем создать новый массив назовем его new array равняется и мы используем метод spread чтобы первый массив туда вставить потом мы вставляем например нужную строчку hello и потом используем метод spread чтобы вставить последнюю часть нашего массива это переменная to и теперь если мы выведем в log new array new array то смотрите у нас получается 1, 2 и тройку мы вырезали вместо тройки теперь hello то же самое мы сделали здесь соблюдая принцип иммутабельности и таким образом наш обновленный state что мы возвращаем мы возвращаем сначала копируем state и потом говорим comments равняется нашей переменной next comments и теперь давайте все протестируем убедимся что все у нас работает давайте перейдем в comments и давайте мы будем выводить в log наши комментарии console.log comments так так отлично и теперь я перехожу на страничку так comments у нас сейчас пустой массив теперь я добавляю комментарии one two и например три да у нас три комментария которые к нам приходят из редакции теперь я предположим второй меняю на hello так и теперь мы смотрим что второй у нас поменялся на hello да точно так же третий мы можем поменять на wow и у нас третий стал wow а вот это у нас стало surfing fun так проверяем у нас surfing fun отлично я удаляю вот этот комментарий давайте перейдем опять в компонент single component теперь нам нужно заняться удалением то есть еще раз мы при клике вот на этот крестик должны будем удалять наш комментарий из редакса давайте вот на этот div с вот этим вот крестиком мы повесим события обработчик события он клик и при клике он будет вызывать функцию которая будет называться handle delete и давайте мы выше ее создадим handle update а у нас будет еще handle delete равняется также будет event и здесь мы скажем eprevent default и теперь нам нужно заняться точно так же редаксом давайте единственное убедимся что мы получаем здесь наш клик так предположим удаляем да клик 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 отлично теперь как обычно мы переходим в наши типы и мы добавляем еще один тип мы говорим comment delete так копируем наш новый тип и переходим в actions так здесь чуть-чуть мы подправим наши наши типы теперь у нас есть comment delete и давайте создадим еще одну функцию наш action у нас будет comment delete и здесь нам не нужен текст здесь нам нужен только айдишник поэтому мы можем просто сказать вот так вот айди отлично теперь мы comment delete импортируем в наш компонент single comment так у нас значит в компоне comment update и comment delete и при удалении мы можем этот лог удалить мы можем сказать dispatch comment delete и указать айдишник конкретного комментария мы его получаем здесь так и теперь давайте перейдем опять в comments reducer и убедимся что мы получаем вот этот вот action внутри редюсера так перезагружаю так кликаю на крестик и что-то у нас undefined reading id так 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 смотрим на наши экшены потому что у нас срабатывает comment update внутри нашего экшена а нам нужно comment delete вот так вот так смотрим еще раз так кликую на крестик comment delete срабатывает и передается айдишник нужного нужного комментария давайте еще один комментарий добавим на всякий случай то есть тест с айдишником своим и соответственно hello со своим айдишником отлично теперь мы можем переходить в comments редюсер и уже заняться логикой удаления на самом деле логика удаления она будет очень похожа на логику обновления давайте просто скопируем логику обновления теперь нам здесь нужно в кейсе в этом поменять на название тип нашего экшена comment delete так и видимо нам нужно его импортировать да нам нужно импортировать comment delete и теперь мы видим небольшую проблемку мы видим что у нас дата переменная дата подсвечивается это потому что вот когда мы пишем таким образом редюсер то все наши переменные получаются находятся в одной области видимости и дата мы уже использовали раньше да вот здесь вот поэтому сейчас она подсвечивается поэтому нам нужно просто немножко поменять то как мы пишем каждый конкретный кейс мы скажем return скобки открывают скобка закрывается и здесь у нас стрелочная функция и здесь мы ее вот так вот запускаем и уже здесь внутри мы пишем пропишиваем прописываем всю нашу логику и таким образом она получается изолирована что нам здесь нужно в экшене мы получаем айдишник тут мы получаем коммент нам также нужно найти индексное значение коммента который мы хотим удалить мы поменяем то есть res id равен айдишнику который мы получаем в экшене и теперь next коммент у нас также создается новый массив единственное что мы убираем вот эту вот дату у нас нету какого-то нового комментария мы просто его удаляем так и получается next comments это наш обновленный массив из которого мы вырезали комментарий с нужным индексным значением и вставили его обратно в state нажимаем save и теперь давайте убедимся что все у нас работает давайте я комментарии выведу в лог это компонент comments так переменная comments которую мы получаем из редакса так и теперь давайте посмотрим мы добавляем комментарии one two three так вот они наши комменты три штуки и теперь давайте удалим один у нас осталось два и три удалим три у нас остался второй этот удаляем и мы получаем комменты из редакса это пустой массив отлично теперь у нас есть компонент где мы можем добавлять лайки мы можем убирать лайки мы можем добавлять текст можем добавлять и менять комментарии и все наши данные хранятся централизованно в хранилище редакс и теперь в следующем примере я хотел показать вам как подтягивать данные из внешних источников в наше хранилище редакс и потом рендерить эти данные в нашем компоненте и в качестве источника данных я буду использовать комментарии которые доступны на специальном сервисе который предоставляет бесплатные бесплатные тестовые апи он называется json placeholder и если прокрутить вниз то здесь у них доступна ручка с комментариями здесь у нас 500 комментариев доступно и вот так собственно выглядят эти комментарии и мы будем подтягивать и отображать в нашем приложении давайте перейдем в код нашего проекта откроем файл index.js там где мы создаем наше хранилище и чтобы асинхронно подтягивать какие-то данные в приложении нам нужно установить и использовать один из специальных пакетов и сейчас я покажу вам пример с пакетом который называется редакс фанк давайте для начала перейдем в консоль и установим его мы скажем mpm install редакс фанк save отлично наш пакет установился и собственно этот пакет работает как так называемый middleware для нашего хранилища и давайте добавим его при создании хранилища для этого нам нужно во-первых его импортировать скажем import фанк from редакс фанк и нам также из редакса потребуется дополнительно две функции у нас уже есть create store а нам еще понадобится compose и apply middleware помимо middleware давайте также добавим возможность использовать редакс devtools что это такое это такой плагин для браузера с помощью которого мы сможем проще отслеживать работу редакс в приложении и собственно для этого мы как раз импортируем специальную функцию compose эта функция позволит нам объединить middleware и react devtools и давайте при создании store вот здесь вот через запятую мы скажем compose откроем скобки и здесь мы сразу скажем apply middleware и здесь мы можем добавлять наш middleware давайте скажем func если нам потребуется что-нибудь потом еще добавить сможем добавить прописать это здесь и дальше через запятую мы должны добавить react вернее редакс devtools как это сделать у меня есть документация открытая вот он редакс devtools extension здесь все прописано как это все работает устанавливается и нам нужен вот этот базовый сценарий мы просто скопируем вот эту вот строчку можете из документации можете из готовой версии приложения скопировать и мы просто вот сюда вот так вот это копируем вот получается создание нашего стора выглядит вот так вот и нажимаем save и таким образом теперь мы можем диспатчить асинхронные события и можем использовать редакс devtools чтобы смотреть на то как работает редакс и теперь мы можем заняться нашими данными нашими комментариями давайте начнем с типов переходим в файл types.js в папке редакс и нам нужно создать новый тип нашего экшена который мы будем использовать при подтягивании наших комментариев мы назовем его comments load так и давайте сразу создадим еще два типа они нам понадобятся для создания нашего лоудера который будет крутиться пока будут подтягиваться эти данные первый будет называться loader display on а второй будет называться loader display off вот так теперь давайте скопируем вот этот тип comments load и создадим наш экшен в папке экшен давайте вернее в файле экшен давайте сразу его импортируем и ниже давайте создадим новую функцию она будет называться comments load нам не нужно ничего в нее передавать и давайте внутри сделаем следующую структуру мы скажем return async dispatch и здесь нам нужно сначала сделать наш запрос с нашими данными мы скажем response равняется мы будем использовать нативный метод fetch нам нужен адрес нашей ручки нашего апи значит вот наши комментарии давайте единственное с помощью query param ограничим скажем что нам нужно всего 10 комментариев а не все которые здесь находятся и мы скажем вот так вот limit 10 да и давайте эту ручку скопируем вот этот url и вот сюда просто вставим так значит вот мы делаем запрос дальше нам нужно из этого запроса получить json мы говорим const json data равняется response вернее здесь мы делаем везде await потому что это асинхронный запрос здесь мы тоже говорим await response точка используем метод json и дальше мы можем это все диспатчить мы говорим dispatch и тип у нас будет comments load и в дате у нас будет находиться вот это наша переменная json data в которой уже будут находиться все наши комментарии в виде массива отлично мы создали нашу функцию теперь давайте скопируем ее название comments load и перейдем в наш компонент comments и давайте импортируем эту функцию значит мы уже импортируем comment create также мы импортируем comments load и давайте мы будем подгружать наши комментарии при загрузке нашего компонента при появлении его на странице для этого мы импортируем еще один hook use effect и давайте чуть-чуть ниже опустимся и вот здесь вот скажем use effect и мы говорим о dispatch и comments load так и нам нужно это делать один раз при появлении нашего компонента на странице поэтому указываем пустой массив и давайте теперь перейдем в наш редюсер comments редюсер и давайте здесь я сделаю console.log comments редюсер и будем выводить action который мы здесь получаем в лог так и теперь я перезагружаю страничку и что мы видим comments редюсер смотрите у нас срабатывает comments load и здесь у нас наши даты наши данные это массив который состоит из 10 постов которые мы подтягиваем из удаленного ресурса отлично теперь если мы посмотрим на каждый пост мы увидим что каждый пост представляет собой объект с некоторыми свойствами и эти свойства отличаются от того как мы используем комментарии в нашем проекте у нас каждый комментарий стоит из свойства текст и id поэтому давайте немножко преобразуем вот эти данные которые мы получаем вот здесь вот мы создадим в редюсере наш следующий кейс мы скажем comments load давайте сразу импортируем не comment а comments load импортируем этот тип так давайте чуть-чуть отформатируем чтобы было понятнее так и так comments load и теперь смотрите чтобы преобразовать наши данные которые мы здесь получаем мы их получаем в объекте action свойства data это у нас массив то есть мы можем сказать const comments new равняется action точка data точка используем метод map пробежимся по каждому элементу здесь мы будем получать каждый конкретный элемент это переменный response сокращенный рез и на выходе мы будем отдавать следующую структуру значит у нас наш объект коммента состоит из свойства текст значит мы указываем текст и это соответствует рез точка name в нашем комменте который мы получаем рез точка да вот name так и соответственно нам нужен также id он соответствует внутри объекта который мы получаем это рез id так таким образом мы получаем наши комментарии которые соответствуют принятой структуре в нашем приложении и мы можем просто сказать что мы здесь уже копируем state и обновляем наше свойство comments которое равняется вот этой переменной comments new так теперь давайте перейдем в наши комменты и давайте попробуем внутри приложения обновить страницу в браузере обновляем и смотрите мы видим что доступны все наши комментарии которые мы подтянули с удаленного ресурса мы можем их удалять мы можем их менять единственное то что мы их меняем и удаляем это не будет меняться и удаляться в базе данных мы это делаем только локально в нашем редаксе в нашем хранилище редакс поэтому если мы перезагрузим страничку то мы их опять точно так же получим отлично и теперь мы можем заняться нашим лоудером давайте перейдем в код нашего проекта и нам нужно создать еще один редюсер в котором мы будем отрабатывать экшены связанные с нашим лоудером давайте возьмем какой-нибудь простой редюсер например input редюсер я создам его копию и назову наш новый редюсер например app редюсер теперь давайте скопируем сюда наши типы экшенов значит у нас есть лоудер дисплей он и лоудер дисплей оф теперь базовое состояние у нас лоудинг и изначально оно у нас равняется фолс так название редюсера у нас ап редюсер и дальше давайте мы отработаем наши сценарии наши экшены наши типы экшенов если лоудер дисплей он то мы копируем наш стейт и лоудинг у нас становится true так а если у нас отрабатывается экшен лоудер дисплей оф то лоудинг у нас меняется просто на фолс так теперь у нас есть новый редюсер это ап редюсер давайте мы его пропишем в нашем корневом редюсере так у нас ап редюсер мы его копируем из ап редюсера и давайте мы его так вот ниже здесь пропишем отлично и теперь давайте создадим наш компонент наш лоудер внутри папки source мы создаем новый файл назовем его spin.js и давайте сразу импортируем специальный пакет который я заранее установил он называется react loader spin мы импортируем вот этот компонент loader из вот этого пакета так и давайте можем просто создать обычную стрелочную функцию скажем spin равняется какие-нибудь пропсы может быть будут у нас посмотрим и return у нас будет такая структурка у нас будет div class name у нас называется loader styles и внутри него у нас будет вот этот стандартный компонент loader и в нем можно прописывать кучу разных свойств их вариаций давайте я открою где-то у меня была открыта документация вот пакет loader spinner ну и давайте вот это вот скопируем для скорости так значит у нас тип мы поменяем мы его сделаем будет называться tail например spin цвет мы оставим высота ширина вместо timeout мы будем использовать свойство visible и оно изначально у нас будет false так давайте сделаем export default spin давайте мы этот spin сразу импортируем в нашем головном компоненте app так где у нас app.js мы его импортируем и использовать его будем мы вот здесь прямо вот под div с классом wrap скажем spin так и вот этот наш spin мы должны подсоединить к нашему редаксу давайте просто скопируем из какого-нибудь тайтла вот этот вот импорт нам нужен use selector так мы берем наш use selector и давайте здесь мы скажем const spinner равняется use selector здесь мы получаем state и давайте выведем в log console.log spinner state так давайте посмотрим что у нас получается значит я открываю консоль и перезагружаю страничку так spinner state у нас вот он наш app reducer loading false давайте мы его возьмем значит у нас const например app reducer равняется state и мы можем сказать return app producer точка как он называется loading вообще мы можем сделать еще проще не заморачиваться можем сказать state app producer loading вот это вообще убрать и вообще убрать return и фигурные скобки записать все в одну строчку так вот будет лучше и давайте наш spinner выведем spinner spinner 2n так убедимся что мы его получаем так spinner spinner у нас равен false он у нас всегда равен false потому что мы не диспетчим наши экшены давайте перейдем теперь в наши экшены и у нас есть вот этот вот comments load экшен и нам нужно добавить два новых давайте сразу скопируем наши типы значит у нас loader display on переходим в файл actions и импортируем так loader display on и loader display off так и теперь нам нужно давайте скопируем вот этот вот вот этот экшен продублируем и здесь скажем loader on сюда мы ничего не передаем и здесь мы прописываем только тип loader display on и соответственно делаем второй экшен мы просто скажем loader off так и здесь соответственно будет у нас тип loader display off и теперь где мы будем их диспетчить давайте скопируем во-первых loader on вот у нас есть функция где мы принимаем наши делаем запрос принимаем наши данные мы можем вот здесь вот перед началом запроса мы можем сказать dispatch loader on здесь мы вызываем и говорим что он должен крутиться мы начинаем делать наш запрос а в конце когда все мы задиспатчили уже наши данные мы вызываем loader display off так потому что 2 f вот так и теперь давайте откроем наш компонент spin и внутри нашего компонента у нас есть переменная spinner она равняется либо true либо false и давайте ее использовать здесь внутри свойства visible и давайте откроем нашу страничку перезагрузим и мы видим что мелькнул наш loader но быстро исчез данные пришли очень быстро давайте сделаем такую небольшую искусственную задержку вот здесь вот в нашем экшене мы можем просто сделать использовать функцию setTimeout и просто сделать прописать например задержку в одну секунду 100 миллисекунд и туда поместить вот эти вот наши диспатчи теперь давайте перейдем в браузер я перезагружаю страничку и отлично наш loader крутится в течение одной секунды отлично также в наше приложение интегрировано теперь Redux DevTools чтобы этим инструментом пользоваться нужно обязательно сначала установить плагин в ваш браузер а после того как вы установите его если правой кнопкой мыши кликнуть на экран появится такая вкладка Redux DevTools нужно указать где его отображать например снизу и теперь если мы перезагрузим страничку и откроем наш Redux DevTools то мы увидим что у нас здесь происходит в Redux мы видим например слева что срабатывает action init потом loader display on это тип action а потом загружаются комменты вот тип и загружаются вот эти вот данные наши комментарии мы можем здесь посмотреть а потом loader у нас становится false срабатывает action loader display off и собственно так это работает можете полазить посмотреть поисследовать это однозначно очень полезная штука теперь давайте займемся обработкой ошибок в нашем мини-приложении предположим у нас есть вот этот вот адрес где мы запрашиваем наши данные давайте я его чуть поменяю испорчу его и посмотрим что происходит мы видим что крутится loader и если посмотреть в консоль то здесь у нас выскакивает ошибка давайте займемся обработкой этой ошибки давайте перейдем в наш код и давайте как обычно начнем с типов давайте перейдем в файл types.js и здесь создадим два новых типа значит у нас первый будет называться error display on error display значит у нас будет on первый а второй у нас будет error display off теперь давайте скопируем один из них из этих типов перейдем в наш файл app-reducer там где мы прописываем логику с нашим loader и здесь добавим еще одно свойство в наш дефолтный state это будет у нас свойство error и его базовое значение будет null и теперь давайте выше я импортирую наши новые типы значит у нас error display on и error display off и теперь давайте отработаем error display on значит если у нас происходит ошибка срабатывает error display on значит что мы делаем значит мы копируем state как обычно и значение error у нас равняется action точка текст мы будем передавать текстовое сообщение сюда а если значит у нас error display off если у нас нет ошибки то мы просто прописываем меняем его на базовое значение null теперь давайте создадим наши action и переходим в file actions и давайте скопируем какую-нибудь какую-нибудь функцию старую которая у нас уже есть я скопировал loader on мы ее переделаем в error on и давайте наши типы сюда тоже скопируем значит у нас error display on так и error display off значит функция error on это у нас тип error display on мы передаем сюда текстовое сообщение и здесь его отрабатываем да свойства текста отлично и то же самое давайте сделаем для error off значит если error у нас off то тип у нас меняется просто на off и здесь мы ничего не передаем текста у нас здесь никакого нету вот так вот и теперь давайте перейдем в файл app.js и здесь мы собственно будем отображать вот это вот сообщение и нам нужно подсоединить наш этот компонент получать стейт из редакса для этого давайте просто скопируем я не знаю как логику например из компонента spin.js значит первое мы импортируем useSelector в головной файл app.js вот так вот и потом используем давайте я тоже скопирую вот этот const spinner мы копируем в файл app.js вот так вот значит только у нас будет называться он не spinner а переменная error app.reducer и мы берем значение error так давайте выведем влог убедимся что мы принимаем в нашем головном компоненте app наше значение error так давайте я посмотрю на так значит я перезагружаю значит у нас error null все правильно у нас базовое значение мы его никак не меняли и у нас ошибка в нашем URL адресе который мы искусственно создали теперь нам нужно перейти в наши экшены и там где мы принимаем наши данные где мы делаем запрос fetch мы немножко поменяем нашу конструкцию давайте вот это всю вот эту логику мы ее поместим в конструкцию try и catch так значит catch r и если у нас происходит ошибка то нам нужно сказать dispatch и наша функция error on и мы должны передать какое-то текстовое сообщение например ошибка api так и давайте пока так оставим значит теперь у нас наш компонент app.js здесь у нас наш error давайте еще раз посмотрим что у нас в логе видите смотрите приходит значение error уже ошибка api а не null и теперь нам просто нужно отобразить это нам нужно внутри нашего компонента app создать очень простую конструкцию значит это будет просто div внутри вот этого div у нас есть card и здесь мы скажем откроем фигурные скобки мы скажем что если у нас есть ошибка то нам просто нужно отображать вот такую конструкцию у нас будет div class name равняется error давайте посмотрим чему у нас равняется вот он error message называется у нас наш класс error error message так и внутри error message мы отображаем значение нашей переменной error и теперь смотрим смотрите то есть у нас произошла ошибка у нас выскакивает ошибка с нужным сообщением но у нас крутится loader давайте мы сделаем так чтобы он не крут переставал крутиться в наших экшенах мы просто если случается ошибка мы добавляем сюда dispatch loader off и таким образом у нас просто выскакивает сообщение и loader прекращает крутиться и финально мы можем сделать так чтобы вот это вот сообщение об ошибке оно пропадало через какое-то время например там через пару секунд как это сделать мы можем просто немного поменять структуру нашего экшена экшен-криэйтора error on давайте вот это я пока вырежу и здесь мы можем сказать return dispatch и первое что мы здесь делаем это dispatch dispatch значит мы dispatch наш тип и наш текст так да то есть показываем сообщение об ошибке а ниже мы можем также опять использовать функцию set timeout вот так вот сделать например timeout не знаю 2000 миллисекунд то есть две секунды и здесь мы можем сказать dispatch и здесь уже использовать вот эту вот наш нашу функцию error off да то есть убрать ее перевести наше состояние в null обратно для нашего свойства error так давайте проверим посмотрим работает или нет ошибка api две секунды она исчезла еще раз да отлично все работает и в конце нашего мини-курса по ритаксу я хочу вам показать как создавать свои собственные middleware что мы будем делать давайте для начала исправим вот этот вот адрес где мы запрашиваем наши комменты чтобы у нас не было ошибки и что я хочу сделать я хочу создать middleware который будет смотреть на сообщения вернее на комменты которые мы будем создавать если эти комменты содержат какие-то плохие слова то не пропускать эти комменты и показывать ошибку то есть мы говорим например привет то это нормально это такой коммент у нас создастся а если например мы скажем привет козел например то такой коммент не должен создаться соответственно давайте перейдем в код нашего проекта и внутри папки редакс мы создадим новый файл он будет называться middleware middleware.js и здесь у нас будет функция мы скажем экспорт функшн и она будет называться спам фильтр она будет принимать на вход store и это кстати стандартная конструкция здесь у меня открыта документация редакс с middleware и здесь есть вот эта вот конструкция которую я буду копировать она примерно выглядит точно так же то есть ничего нового от себя я здесь не создаю и мы здесь внутри у нас будет безымянная функция неименованная функция function она принимает next дальше мы говорим return function тут у нас принимаем action и так мы принимаем action и здесь собственно мы можем ловить нужный нам action давайте посмотрим в наших action посмотрим какой action нам нужен какой action отвечает за создание коммента значит у нас есть comment create вот собственно вот этот вот тип вот этого action нам нужно ловить значит давайте мы сразу импортируем название тип этого action мы скажем import comment create from types так и здесь мы можем создать наше условие что если action точка type равняется нашему вот этому comment create то давайте пока просто в log выведем console.log спам фильтр что мы сюда собственно что мы здесь будем получать это action точка давайте заглянем в action у нас data text так action data точка text а здесь ниже мы просто говорим return next action теперь мы создали значит наш наш middleware давайте мы его пропишем в корневом нашем файле это файл index.js вот здесь вот значит мы его давайте импортируем скажем import spam фильтр from редакс middleware и этот spam фильтр мы пропишем в нашей функции apply middleware так и теперь по идее все должно работать давайте посмотрим на консоль открываем консоль перезагружаю и я ввожу привет привет и мы видим что в спам фильтре отображается привет теперь нам нужно создать нашу логику как мы будем отлавливать эти слова значит давайте предположим здесь мы выше создадим переменную назовем ее bad words плохие слова и давайте парочку слов например какой-нибудь козел и например осел так и здесь мы напишем наши условия не наши условия а логику мы создадим переменную const has будет называться has bad words равняется мы скажем наши bad words это у нас массив мы можем использовать метод sum здесь мы получаем каждое конкретное слово из этого массива и мы говорим что action точка data точка text includes метод includes вот этот вот каждое конкретное слово из этого массива и соответственно мы здесь в этой переменной мы получаем значение true false потому что здесь используем метод sum соответственно мы дальше пишем что если has bad words то тогда нам нужно чтобы выстреливал action с нашей ошибкой давайте посмотрим как он называется он у нас называется error on вот эта функция error on давайте мы импортируем мы скажем import error on from actions и соответственно если у нас плохие слова присутствуют то мы говорим return store вот этот вот store и внутри этого метода store у нас собственно живет наш метод вернее в объекта store живет метод dispatch dispatch и мы указываем наш action и передаем туда строчку например уважайте людей и соответственно можно этот консол вообще удалить и можно сразу вот здесь вот получать уже dispatch так чтобы не писать store так вот собственно готов наш мини такой middleware и давайте протестируем так перезагружаю страничку и предположим я говорю привет это работает а если например привет козел то мы получаем сообщение уважайте людей и через 2 секунды оно исчезает отлично таким образом мы закончили работать над нашим небольшим приложением мы успешно настроили редакс успешно интегрировали его с нашим приложением надеюсь вам понравилось если это так то ставьте лайки подписывайтесь на канал и увидимся с вами в следующем видео видео